Привет всем! Сегодня я буду готовить гуакамоле. Это такой соус или паста или намазка из авокадо. И для этого мне понадобится сам авокадо, один помидор, лайм, половина белого лучка, один зубчик чеснока, пучок петрушки, но вообще-то здесь нужна кинза, соль и перчик. Итак, лук нарезаем мелко-мелко. Также поступаем с чесноком. Его надо мелко-мелко нарезать или раздавить можно. И теперь я нарезаю петрушку. Если у вас есть кинза, то берите кинзу, потому что она, именно она идет в рецепт. Всю смесь надо еще раз вместе вот так порубить, как можно мельче. Боже мой, смотрите, какая кость огромная здесь, ужас. Прямо как яйцо, надо же. Может быть, мне его посадить? Точно я так и сделаю. Посмотрю, что будет. Так, мякоть авокадо вычищаем ложкой. Авокадо должен быть очень мягкий, спелый, который легко превратить в пюре, размять. Если у вас будет не очень спелый, то положите его в пакет с яблоками, и он за один-два дня будет спелый. Мякоть авокадо сразу же сбрызгиваем соком лайма или лимона, у кого что есть. И теперь нужно просто размять в пюре эту мякоть. Слишком сильно не надо разминать, потому что какие-то кусочки, частички все-таки должны быть. Теперь сюда я отправляю эту ароматную смесь из лука, чеснока и петрушки. И перемешиваю все. Кстати, сюда другого масла не надо, потому что авокадо достаточно маслянистый. Кстати, обычно в рецептах советуют у помидорчиков удалять семечки, семена. Но я не буду этого делать, потому что они у нас здесь такие маленькие, не ярко выраженные. Если у вас какие-то семена грубые, можете удалить. Можете и шкурку, кстати, почистить, если она грубая. В общем, поступайте как хотите, я просто нарезаю мелко и все. Теперь осталось посолить и поперчить по вкусу. У меня здесь смесь разных перцев. Можно брать свежий перец красный или сушеный, молотый. Я добавляю так, чтобы не было слишком остро, потому что очень острое мы не любим. Вы делайте по своему вкусу. Посмотрите, какая красота! Показываю вам еще поближе немножко, чтобы вы рассмотрели структуру. Это очень вкусно. Вкусно, ароматно и свежо. С любым хлебушком, с лепешками, тортильясы его обычно едят, с крекерами, в общем, со всем чем угодно. До свидания и встретимся в новых видео. Пока!